Здравствуйте! Вы смотрите программу «Реальные кадры». Сегодня мы находимся в Голицынском отделе полиции и познакомим вас с участковым и полномоченным старшим лейтенантом полиции Алексеем Гударевым. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! Очень хотелось бы узнать, в первую очередь, ответ на такой вопрос. Алексей, почему вы выбрали такую профессию? Почему решили посвятить себя службе людям? Ну, действительно, выбор мой был осознанный. Еще будучи участь старших классов среднеобразовательной школы Новгородковской, я для себя решил, что моя профессия будет обязательно связана общением с людьми. Почему именно полиция? Потому что именно в полиции виден результат. То есть, обращаются люди, ты конкретно оказываешь помощь людям и видишь результат своей работы. В связи с этим, в 2014 году, отслужив службу в вооруженных силах, я, не задумываясь, пришел трудоустраиваться в Межмуниципальном управлении МВД России Одинцовской. Поступил на службу в Голицынский отдел полиции в должности участкового и полномоченного полиции. Все-таки служба, работа участковых и полномоченных, ну, пожалуй, одна из самых сложных. Вы достаточно много времени проводите на ногах, вы встречаетесь с людьми, вы должны практически знать на своих территориях каждый дом, каждую семью, всех и обо всем. Конечно, служба участковых и полномоченных полиции является одной из ключевых служб в системе органов внутренних дел, работа которых непосредственно связана с работой людьми. С людьми. Но ни одна работа участкового и полномоченного полиции не так не взаимосвязана с людьми. Мы приходим в каждый дом практически на своем административном участке участкового и полномоченных, знают абсолютно все семьи в лицо. Действительно, вы знаете всех и вас все знают. Действительно, ежедневно участкового и полномоченного полиции осуществляют по квартирно-подворный обход территории, профилактический обход своего административного участка. На моем административном участке проживают более 2200 человек. Если я всех и не знаю по именам, если семья богополучная, ничем не отличается от иных семей, то, возможно, я и не запомню их по фамилии, имени, отчеству. Но в лицо я знаю абсолютно всех. За три года работы на своем административном участке я посетил каждый дом, каждую квартиру. Если же лицо состоит на профилактическом учете или нуждается в углубленной, так сказать, профилактике стороны участкового и полномоченного полиции, конечно, я знаю и семью, знаю и этого человека, где он живет, где он работает, всех его соседей. То, естественно, конкретно по каждому этому лицу, всю его биографию и все, вплоть до того, сколько он ложится спать, участкового полномоченной полиции, конечно же, знает. Алексей, ну, конечно, с одной стороны, вы любите свою работу, она приносит вам удовольствие, но не бывает, наверное, без трудностей. Вот с какими трудностями вы сталкиваетесь в повседневной работе? Ну, трудности, несомненно, в работе участкового полномоченного, как и, в принципе, любого сотрудника полиции, наверное, возникают. Но для того мы одели погоны, чтобы эти трудности преодолевать. Основная трудность, которую испытывает любой сотрудник полиции, наверное, это все-таки отсутствие достаточного количества свободного времени, которое мы можем уделить семье и близким. Но надо понимать, что когда ты одел погоны, пришел на службу в органах внутренних дел, ты перестаешь принадлежать сам себе и только своим близким. От того, насколько оперативно участкового полномоченной полиции получат информацию, находясь на выходном где-то, на цепном, неважно, всегда любой участковый возьмет трубку и высушит жителя своего административного участка, и если сам не прибудет на данный вызов, то незамедлительно передаст информацию в дежурную часть. Потому что, поймите, совершение любого преступления, любого правонарушения, как правило, люди считают одной из заслуг, по крайней мере, в Голицынском отделе полиции так принято, обращаются непосредственно к участковому полномоченному полиции, потому что у каждого практически жителя административного участка имеется мобильный телефон, и как никто другой, как участковый, не поможет данной ситуации. Алексей, все ли спокойно на вверенной вам территории, чем живет Голицын на сегодня? Голицынский отдел полиции обслуживает не только территорию городского поселения Голицына, а также территорию городского поселения Большие Веземы, сельского поселения Захаровская. Обслуживаем мой административный участок номер 60, расположен непосредственно на территории городского поселения Голицына, и включает в себя деревню Сивково, деревню Бутынь, деревню Кобяково, поселок Нейри, радио ПЖСК Новоголицына, а также 18 садовых некоммерческих товариществ. Конечно, как и любой административный участок, он характеризуется большой протяженностью, и в настоящее время на территории административного участка оперативную установку можно охарактеризовать как умеренно стабильную. Но это абсолютно не означает о том, что сейчас зимний период, идет затишье имущественных преступлений, но, так сказать, активизируется преступление непосредственно в сфере семейно-бытовых отношений. Поэтому особое внимание в своей работе участкового полномочия на полицию, в частности я, сейчас уделяем на профилактику семейно-бытовых конфликтов, выявление преступлений, двойной превенции с целью предотвращения совершения тяжких и особо тяжких преступлений против личности. И в этом работа участкового полномочия на полиции и отличается от других служб, поскольку наша задача вовремя успеть, вовремя спрофилактировать и предотвратить совершение более тяжких правонарушений, потому что люди разные, контингент разный, но ко всем находим подход, со всеми общаемся, и считаю, что у коллектива Голицынского отдела полиции на данный момент это получается. Алексей, я знаю, что каждая минута вашего рабочего времени, она буквально на вес золота, вам уже прямо сейчас нужно отправляться на свою территорию, поэтому давайте проследуем. Да, конечно, давайте проследуем. И что мы сегодня посмотрим, что удастся нам понаблюдать? Понаблюдать вам удастся. Сейчас у меня как раз запланировано с моим коллегой, старшим участком по научной полиции, старший лейтенант полиции рулем, встреча, мини-такая встреча с населением. Мы с ним планируем проследовать административный участок и провести разъяснительную работу с населением престарелого возраста, которые часто становятся объектами преступлений в сфере мошенничества, поскольку повысилось количество у нас совершения данных преступлений, мы в отношении категории поживых людей. Это относится к категории людей наименее социально защищенных, люди в возрасте привыкли доверять, верить, и этим пользуются злоумышленники, поэтому необходимо нам встретиться, побеседовать, разъяснить, как себя вести в той или иной ситуации, чтобы совершение данных преступлений уменьшилось у нас на территории. То есть мы сейчас будем наблюдать профилактические мероприятия? Да, обычно профилактический обход ежедневный в ходе обхода. Мы посещаем организации, учреждения, встречаемся, посещаем квартиры, в том числе и беседуем с населением, потому что участкового кормит ноги, информацию получаем на административном участке. Как же не от наших помощников гражданам нам ее получать? Алексей, расскажите, куда мы приехали и что будет происходить дальше? Мы находимся на улице города Голицына, прибыли непосредственно к управляющей компании, где собрались граждане, так сказать, пожилого возраста, в котором мы сейчас немножечко разъясним меру предосторожности, чтобы не стать жертвами преступлений экономической направленности, а именно мошенничества. А все-таки поступают такие к вам обращения от граждан? Бывают ли факты мошенничества в отношении наших бабушек и дедушек на территории Голицына? Конечно, это социально незащищенное свое население, легко доступно для лиц, обладающих злым умыслом. Поэтому часто становится подвержена категория именно пенсионеров, которые последние деньги, к сожалению, отдают мошенникам. Очень небольшое количество обращений с каждым годом все больше и больше растет в отделе полиции, поэтому предотвращаем, беседуем, предостерегаем, ну и, соответственно, принимаем меры к раскрытию данных преступлений территории обслуживания. А вот если по пункту 1, 2, 3, что должно насторожить пожилого человека, и чего он ни в каком случае не должен делать? Ну, во-первых, любого пожилого человека должно насторожить, когда какие-либо социальные службы, незнакомые работники приходят к нему в дом и представляются представителями этого службы. Зачастую наши граждане привыкли жить доверчиво, с открытыми дверьми. Может быть, это хорошо, с одной стороны, но, с другой стороны, это облегчает преступнику именно этап вхождения в доверие. Вот, далее, должно насторожить пожилого человека то, что произошла какая-то реформа, которая не знает средств массовой информации, является с денежными средствами, например, да, предложение каких-либо услуг. Ежели приходит и предлагает услуги какая-либо организация, не стоит сразу спешить заключать договоры, менять фильтры, трубы, ставить счетчики, потому что все из них должны и, как бы, в принципе, знают сотрудников того же Дома управления, управляющей компанией, но, к сожалению, люди доверчивые, и слово «обязательная замена» или «вам необходимо доплатить это будет дешевле» у них вызывает неподдельный интерес, да, и бабушка с удовольствием ставит, например, фильтр для воды, который стоит порядка 15-20 тысяч дороже, да, тем самым происходит, так сказать, отъем денежных средств мошенническим образом, путем, вот, и что самое обидное, это происходит действительно у той категории населения, которые всю жизнь честно проработали, зарабатывали эти деньги своими непосильными трудами. Ну, копили их, на что-то откладывали, возможно, хотели помочь своим внукам. Конечно, поэтому, да, выезжая на данные преступления, на данные факты, всегда очень горестно, и любой сотрудник полиции работает не то, что в полную силу, по любому преступлению, а не считая собственного времени и уделяя максимальное количество времени раскрытию именно данных преступлений, потому что люди действительно заслужили это, жертвами становятся ветераны Великой Отечественной войны, просто пожилые люди, для которых эти деньги действительно ценные. Ну, я думаю, что благодаря вашим усилиям, благодаря вашим беседам, таким мероприятиям, таких случаев станет гораздо меньше, все-таки наши старики будут защищены, будут знать, как себя вести в той или иной ситуации. Мы тоже на это надеемся, и сейчас с вами побеседуем непосредственно с категорией данных граждан. Здравствуйте, уважаемые жители города Голицына, участкового полномочия на Голицынского отдела полиции Гундров Алексей Владимирович. Сегодня мы с вами вот здесь собрались по такому небольшому поводу. На территории Денцовского муниципального района проходит акция «Осторожно, мошенники». Сейчас мы вам всем раздадим такие небольшие памятки, которые я вам рекомендую прочитать и руководствоваться ими в повседневной жизни, поскольку ваша категория населения особенно подвержена данным лицам. У нас также присутствует руководитель коммунальных служб на данной встрече, который непосредственно часто обращается, общается с населением. Если к вам приходит незнакомый гражданин и представляется сотрудником управляющей компании, сотрудником какой-либо социальной службы, вас это в первую очередь должно насторожить. Сразу предупрежу, что не надо выгонять данного сотрудника. Необходимо сразу сообщить в службу 112, либо в дежурную часть управления, либо на мобильный телефон самому полномоченному, участковому полномоченному полиции, чтобы прибывший наряд полиции сумел задержать данных лиц. Спасибо, Алексей, что нашли время, встретились с нами. Спасибо за интересную беседу. Я знаю, что вам уже пора отправляться дальше по делам. Спасибо, мы всегда рады видеть вас. Вы смотрели программу «Реальные кадры». Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...